Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Почти 500 кировских дольщиков получат компенсации за недостроенное жилье. Договоренности о выплате компенсаций были достигнуты по пяти объектам. Пугачёва 29, Ленина 31, Мичуринская 3 и переулок Березняковский 38 и 40. Дольщики получат компенсацию из-за расчёта рыночной стоимости квадратного метра, пояснили в правительстве области. При этом для каждого дома она разная. Например, на Ленина 84 тысячи за квадрат, в переулке Березняковском 68 тысяч. После выдачи денег будут восстановлены права 494 дольщиков. Кроме того, решение о выплате компенсации было принято по 12 домам в Новом Сергеево. Решить проблемы всех обманутых дольщиков власти планируют к концу года. За плохую уборку Кирова подрядчиков оштрафовали на 3 миллиона рублей. Качество работы оценивается во время контрольных выездов. Если поступают жалобы от кировчан, то выезды организуют внепланово. Во время таких выездов подрядчики обычно и получают предписания. С начала года в диспетчерскую ГДМС поступило более 550 обращений. В последнее время кировчане чаще всего жалуются на скользкие улицы. В ГДМС отмечают, что сейчас противогололедными материалами обработан весь список улиц, за которые отвечает подрядчик. Обрабатывают в основном песко-соляной смесью. Отмечают, что в данное время это самый эффективный материал. В эфире экономика. Кировские студенты оценили качество образования на 3,5 из 5. Исследования провели специалисты сервиса по поиску работы Headhunter. Студенты, которые учатся в кировских вузах, колледжах и техникумах, оценили качество знаний, которые им дают, на 3,7 из 5 баллов. Этот показатель выше, чем, например, оценка от соискателей работы в Московской области. При этом студенты из Саратовской, Омской и Челябинской оценили свои заведения выше. В целом 32% соискателей из Кировской области абсолютно довольны качеством образования. А 2% полностью не удовлетворены. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.